Ну а все болельщики сейчас живут с ожиданием чемпионата мира по футболу. Бразильский футбольный карнавал, это будет великая спортивная битва. Наша сборная на этой неделе провела товарищеский матч на стадионе Петровский со Словакии. Мы выиграли, это так, мелочи. По сравнению с теми испытаниями, которые ждут нашу сборную впереди, мы будем играть, как и другие сборные, официально утвержденным мячом, специально разработанным для этого чемпионата. Называется он Бразука. Что это за мяч? Принесет ли он нам удачу в этом чемпионате? Своеобразный тест-драйв Бразуки мы решили провести с нашим уважаемым экспертом, чемпионом СССР 1984 года, игроком золотого состава «Зенита», нападающим Борисом Чехловым. Итак, окунемся в это сладкое предчувствие ожидания великого праздника яркой феерии и согреем берега него и жарким дыханием Бразилии, которое с каждым днем все ближе, ближе, ближе. Модор! Борисом Чехлович, здравствуйте! Здравствуйте! Рад вас видеть и огромное спасибо за то, что вы согласились принять участие в нашем, как это выразится, тест-драйве, что ли? Бразука. Бразука. Чем-то название похоже на наше хорошее такое военное слово «Базука». Базука. Гранатомет. Осталось только и правильно зарядить. И правильно попасть. Что вспоминаю тот день 1984 года, когда я не смог попасть во дворец спорта СКК. 4-1 вы выиграли, и «Зенит» в 1984 году завоевал золото. Вот тогда вы со своей командой, меня, мальчика, тогда еще влюбили в эту великую игру под названием «Футбол». Ну а сейчас что-то поменялось? Ну, конечно, поменялось. Футбол более превратился, скажем так, в коммерческую структуру, помимо того, что… Это и бизнес, да, уже? Ну, это и шоу, и бизнес, и индустрия. Единственное, что шоу плохое получается. Бизнеса много? Много, а шоу мало. Бизнеса много, а шоу мало. Да, это как бы мое мнение, потому что вкладываются большие деньги, а результат, скажем так, ниже среднего. Мяч в футболе – это важно, не важно? Что это? Это как? Это основное… Основное орудие труда, что называется, и от того, как он работает, тяжелый, легкий, какой у него полет. Вот расскажите об этом. Вы как нападающий? Ну, для меня, мне кажется, он слишком как-то легковат какой-то. Легковат, да? Игрушечный какой-то. О! Хорошо так идет! А спасу в ладе, эти, Юр. Техничным игрокам будет с ними легко работать, а если более… Скажем так. А для вратарей как? А вратарям бы я его не советовал ловить, больше отбивать. Да. Скользкий, да, будет? Скользкий. Какой мяч вам больше всего запомнился? Любимый, это был белый-черный ромбик. А, это сборная, это чемпионат Аргентины в Аргентине? Аргентин это, ну да, аргентинский танго назывался. Аргентинский танго назывался, черновелый. Просто это был первый такой мяч, который, на самом деле, он был и по качеству, и по всему. Бразука в переводе означает «бразилец, который любит свою страну». То есть патриот, бразука. Ну, если даже взять расцветку, это яркая, красивая расцветка бразильского… Говорят, что они когда выбирали эти цвета, они специально выбрали цвета так называемого браслета желания. Это такие браслетики, которые вешают бразильцы себе на руку, загадывают желание и носят. А потом браслетик сам с собой там отваливается, и желание исполняется. Желание исполняется. Давайте загадаем, загадаем. Сборная Россия, ну пожалуйста, ну победите. Выйди из группы. Выйди из группы. Когда выходишь из группы, уже намного легче, уже более раскрепощенный футбол идет, и уже, как бы, ну, скажем, какая-то задача решена. Вот представьте себе, вы главный тренер сборной России, и вам надо сделать три какие-то важных вещи, три задачи. Первое, второе, третье. Ну, первое, хорошо, что я не тренер сборной. Да, хорошо. А второе, ну, в первую очередь, наверное, попытаться создать хорошую атмосферу в коллективе. Потому что, слушай, неважно, кто выйдет на поле, самое главное, кто сидит, кто играет и кто находится на скамейке запасных, чтобы это было единое целое. Вот это самое главное. Без этого футбола не было и никогда не будет, и поэтому, я говорю, отдельные личности футбола не играют. Первое, командный дух, любовь к футболу. Второе. Ну, а, может быть, не второе, а одно из первых, что у тебя герб России на груди. Что ты не за себя отвечаешь, а ты отвечаешь за страну. А это и второе, и первое, и третье. И давайте вот что сделаем. Я встану на ворота, пять ударов, с одиннадцатиметровой. Да, по-настоящему. Нет, сразу по-настоящему. Ну, давай. Я вообще ничего не понимаю. Мяч движется в одну сторону, я в другую. Я вообще не понимаю, как он так летит. Это, знаете, Борис, как спортивные комментаторы говорят, развел мяч и вратаря по разным углам ворот. Вот это точно теперь я понимаю, что это фраза значит. Так, два-один. Это мой светился экранный теле. Теле, теле, теле светится, а я не блесна. Какой вердикт, короче, вот экспертная оценка, заключение. Итак, мяч, бразука, ваше мнение. Ну, очень хотелось бы попробовать его на натуральной траве, потому что он будет себя немножко по-другому нести. И сегодня, как бы, наша питерская прохладная погода. Все-таки в Бразилии, мне кажется, будет жарко, и мяч будет себя немножко по-другому нести. Он будет более плотный и более жесткий. Более коварный и более непредсказуемый. Непредсказуемый. Как и есть футбол. Вот Нарок, главный тренер сборной России по хоккею, не побоялся, не устрашился ввести 14 новых игроков. Почему бы нам так же не сделать? Была статистика, что капелла, как бы, по России больше, там, 35 человек, он не мог найти россиян, которых более-менее можно рассматривать в сборной. Говорят, красиво школы работают, и локомотивы, и ЦСКА, и Зенита Академия работают. Все работают. А где эти воспитанники? Да, нужны иностранцы. Я ничего не говорю, что хочу, как бы и против, но я говорю, нужны иностранцы, которым должны люди тянуться, учиться от них. Борис, еще один вопрос, который мы задаем всем нашим героям. Продолжите, пожалуйста, после меня следующую фразу. Я, Борис Чехлов, живу на этой земле, что-то завоевал, победил, где-то проиграл, где-то упал, но я поднимаюсь, иду вперед, для того, чтобы... Для того, чтобы, ну, в первую очередь, что жизнь, она продолжается, что у меня замечательная внучка и замечательный внук, и чтобы посмотреть для детей, для внуков. И для футбола. Футбол без него вообще никак. Футбол – это жизнь. Футбол – это жизнь. Спасибо большое, Борис, дай вам Бог удачи. И, стоп, камеру не выключаем, маленький сюрприз. В финале встречается сборная России, сборная Бразилии. Давайте я за сборную Бразилии буду, да, я люблю Бразилию, а вы будете нападающей сборной России. Если вы забиваете, сборная России – чемпион мира. Если нет, значит, сборная Бразилии. Давайте. Мы чемпионы! Мы чемпионы! Борисович, это для вас. Ура! Мог ли я подумать, что когда-нибудь подарю своему футбольному кумиру? Значит, на это свершилось. Вот прелесть и работа журналистов. Спасибо. Спасибо. Поставлю. Кубком. Все, ребят, финиш.